Ельцин в течение трех лет был вынужден смотреть на то, как внутри российских границ творятся хаосы насилия, грабят поезда и захватывают заложников. Михаил Фишман озвучил мнение, которое очень распространено среди российской оппозиции. Есть ли право у любого народа на Северном Кавказе на свой суверенитет, на независимость своего государства? Вот с этого надо начинать вопрос. И как только... Корреспондент телеканала Дождь Михаил Фишман в одной из своих авторских программ на этом телеканале затронул тему российско-чеченской войны. И это вызвало недоумение, возмущение у многих чеченцев. И я считаю необходимым эти его слова, во-первых, вам их показать. Ну и затем, конечно же, они нуждаются в наших комментариях, пояснении и разъяснении. Давайте сначала послушаем, что сказал Михаил Фишман. Как война? Война в Чечне похожа на войну с Украиной. Тот же огневой вал, такие же разрушенные до основания города, жертвы среди мирного населения, пытки, насилие. Но политически, и это важно, она все же другой природы. В отличие от демократически избранного Зеленского, что бы там ни говорил Путин, Дудаев действительно пришел к власти в результате переворота. В сентябре 1991 года он разогнал Верховный Совет Чечни, как большевики разогнали учредительное собрание. И главное, Путин начал войну с соседним государством. Ни почему. Вообще без повода. Ельцин в течение трех лет был вынужден смотреть на то, как внутри российских границ творятся хаос и насилие, грабят поезда и захватывают заложников. Михаил Фишман озвучил мнение, которое очень распространено среди российской оппозиции. Среди вот этой российской интеллигенции, оппозиционно настроенной к путинской власти, не сторонники русского мира, те политические или иные деятели общественные, которые считают, что Крым это Украина, что война против Украины это преступление, всячески критикуют Путин на свободу Навальному. То есть вот эта категория такой российской интеллигенции, российской оппозиции, вроде бы здравых людей, к сожалению, среди них тоже распространено вот это мнение, что политическая природа этих войн, Украины и войны против Чечни, войны против Украины и войны против Чечни, что политическая природа у них разная. И, к сожалению, сейчас я не буду это относить лично к Фишману, но среди вот этой вот интеллигенции российской оппозиции, среди них, к сожалению, бытует еще и такое мнение, что есть вот, допустим, обезьяна, есть человек, и между ними где-то там кавказцы. Кавказ это вот какая-то отдельная зона, если вот обезьяна, она должна быть в зоопарке, кавказец, он где-то там вот на Кавказе в своей резервуации, ни в коем случае, ни в каком там свободном плавании быть не может, никакой речи о государственности, о какой-то цивилизации вообще идти не может, они должны быть под властью большой какой-то империи, большой страны, демократической, там развитой, а сами по себе они не могут, к сожалению, такое мнение в этих кругах оно есть. Да, конечно, люди это будут отрицать, будут говорить, что нет, но по факту мы понимаем, что при этом, знаете, они согласны, то есть есть там какие-то отдельные личности из Кавказа, уважаемые в этой же, в этом же сегменте российской оппозиции, например, экономист Гуреев, он соседий, уважаемый человек, они у него берут интервью, с ним обсуждают какие-то моменты, там санкции, импортозамещение и так далее, никто не может спорить с тем, что он умный, грамотный человек, но вот эта оппозиция, она их, это скорее всего рассматривает как исключение из правил, это вот как семья не без уродов, то есть в своей основе семья хорошая, но в ней могут быть уроды, вот так же и здесь, вот Кавказ, он в целом как бы такой, недалекий, но там могут быть какие-то отдельные личности, которые добиваются какого-то прогресса в умственных способностях, и то это исключительно благодаря тому, что вот мы, Россия, потому что мы даем им такую возможность, там они могут развиваться. Опять-таки повторю, это я не отношу к Фишману, я не говорю, что он имеет такое мнение, но это надо озвучить, что в целом это мнение там оно бытует, оно очень распространено. Теперь, что касается вот непосредственно вот этой темы, озвученной Фишманом. Конечно, она не соответствует действительности. Я не буду даже спорить с Михаилом в вопросе этого военного переворота, был ли на самом деле военный переворот, или это был выбор народа, там все было легитимно и так далее. Я на эту тему не буду спорить, потому что я в принципе не против того, чтобы это считалось насильственным захватом власти, изгнанием той власти, потому что среди чеченцев надо понимать и Михаилу, и вообще остальным людям, что среди чеченцев вопрос вот этого вот насильственного изгнания советской власти, власти оккупационной, для нас она является, являлась всегда оккупационной, чеченцы никогда не входили добровольно в состав ни России, ни Советского Союза, поэтому для нас эта оккупационная власть ровно такая же, как и сегодня кадыровская власть. И вот у нас, среди чеченцев, спор лежал между двумя вопросами. Между тем, что мы имеем право ее насильственно свергать, или обязаны это сделать. Третьего варианта, что мы не имеем права, что мы не должны, такого вообще даже не было. То есть даже вот этот вот спор, он лежал, обязаны мы это делать, или мы только имеем право. Были вот сторонники, которые считали, что мы имеем на это право, но лучше это сделать, допустим, как-то иначе. А были те, кто говорили, мы обязаны, это наша обязанность восстановить справедливость и изгнать оккупационные власти. Поэтому то, что произошло 6 сентября 1991 года, если Михаил, там, другие эксперты, журналисты считают, что это был насильственный захват власти, изгнание, переворот, так скажем, то я лично не против такого мнения. Я считаю, что это наше исконное право, которое мы, безусловно, имели право, обязаны были даже реализовать. То есть я из этих двух категорий, я тот человек, который считает это обязанностью. Как только появляется возможность, это наша обязанность отправить эту власть оккупационную к себе на родину. А ее родина, это ее хозяева, то есть там, где ему кажутся Кремль. И в этом смысле мы должны, обязаны сделать то же самое и вот сегодняшней кремльовской властью в Чечне. То есть Кадыров, это тогдашний Завгаев, тот тогда у нас был Завгаев, сейчас Кадыров. Их политическая природа одинаковая. Да, конечно, Кадыров гораздо больший преступник. И вряд ли, наверное, кто-то сегодня вообще может с ним сравниться по количеству преступлений. Завгаев, конечно, был просто белым одуванчиком по сравнению с ним. Однако их политическая природа, она одинаковая. Что тот был ставленником Кремля, что этот является ставленником Кремля. Поэтому в этом плане я даже не буду это как-то оспаривать с Михаилом. Однако, здесь выпускается один наиважнейший аспект. Дело в том, что этот, даже если военный переворот, даже если мы с этим согласимся, он происходил не на территории Российской Федерации, не на территории РСФСР. На тот момент, когда 6 сентября 1991 года происходили те самые события, ЧССР уже была ликвидирована, преобразована. То есть Чечено-Ингушская автономная Советская Социалистическая Республика, которая была в составе РСФСР, она уже была ликвидирована и превратилась в Чечено-Ингушскую Республику. И это было сделано безо всяких военных переворотов, совершенно легитимно, именно той самой властью, которая затем в 1991 году, 6 сентября, будет, как вы говорите, свергнуто, насильственно отправлена к своим хозяевам. То есть это уже происходит на территории суверенного государства Чечено-Ингушской Республики, которая готовится, ведет переговоры о вступлении в СССР 2.0 в качестве Советской Социалистической Республики. То есть не в качестве автономии РСФСР, а в качестве полноценного союзника, как Грузинская ССР, Азербайджанская ССР. Вот это вот самый наиважнейший момент, который здесь упущен. И это, я еще раз повторяю, акцентирую внимание всех российских экспертов, журналистов, политиков. Это сделано не Дудаевым, это сделано не чеченскими сепаратистами, террористами, не Хаттабом, которого на тот момент вообще нет у нас в республике. Это сделано Завгаевым и депутатами того самого Верховного Совета, избранного на демократических выборах в 89-90-х годах. Помните, которые проходили? Первые демократические выборы в СССР, на которых также был избран Верховный Совет и РСФСР, и Советского Союза. Это вот те самые знаменитые выборы, где Сахаров и прочие баллотировались, не будучи членами партии КПСС. Это вот те самые выборы, после которых будут рвать свои партийные билеты. Понимаете, вот эта власть легитимная с точки зрения законов СССР, РСФСР, международного права, вот эта власть легитимным образом выходит из состава РСФСР и превращается в Чечено-Ингушскую республику. И потом это уже происходит на территории суверенного государства. Вот что важно и что упущено Михаилом, что упускают другие. А вот теперь давайте перенесемся немножко вперед. На два года, буквально ровно через два года, в сентябре-октябре 93-го года, ровно такие же события произойдут в центре Москвы. Ельцин разгонит Верховный Совет, РСФСР. И не так, как это произошло у нас, когда один человек погиб. Наши противники утверждают, что его убили сторонники независимости, якобы Джохара Дудаева. А наша сторона утверждает, что он сам, пытаясь убежать, как-то из окна, выйти, выпал и погиб. Один человек у нас погибнет в результате вот этого военного, как вы говорите, переворота. В отличие от того, что происходило в 93-м году в центре Москвы, Ельцин загонит войска, подгонит танки к Белому дому, и Белый дом будут расстреливать из танков. И этот Верховный Совет на тот момент, легитимно избранная власть на демократических выборах, она будет разогнана Ельциным и его сторонниками. Почему те события 1991-1991 года дают право на то, чтобы к нам приезжали на танках и заставляли нас вернуться в состав России и войти в нее. А события, произошедшие в 93-м году, они трактуются по-другому. Если Дудаев является нелегитимным, потому что 6 сентября 1991-го года мы сделали то, что сделали, свергли Верховный Совет, то и Ельцин, в 93-м, сделавший то же самое, тоже является нелегитимным. А соответственно, через год, когда он погонит войска в Чечню, это будет делать нелегитимная власть России против нелегитимной власти Чечни, с вашей точки зрения. То есть здесь, если вы одному не даете право на вот этот насильственный захват власти, когда на его стороне народ, то вы не должны давать этого права и Ельцину, ведь его оправдывают тем, что на его стороне был народ. Так и здесь, на стороне Джохара Дудаева, был народ. И еще очень важный момент, что не Джохар Дудаев был идеологом всего вот того, что у нас происходило. Он был, он вообще был приглашен, чтобы вы понимали, на съезд чеченского народа, всенародный съезд чеченцев. Он был приглашен на тот момент легитимной властью, Верховным Советом организовывался этот Совет. И потом вот этот съезд избрал Джохара Дудаева своим председателем. Отсюда был сформирован ОКЧН. И затем ОКЧН сделает то, что произошло 6 сентября 1991 года. Если вы здесь не даете этого права Джохару, то вы не можете давать его и Борису Ельцину. И если Джохар нелегитимный, то и Ельцин тоже нелегитимный. А нелегитимный президент не может гнать войска в Чечню или куда бы то ни было еще. Вот что важно понимать. Если события, происходившие в центре Москвы в 1993 году были внутренним вопросом России, внутриполитическим вопросом, а именно так он характеризуется в международной политике, в международном праве, это называется внутриполитическим вопросом России. То, что происходило 6 сентября в Грозном 1991 году, это тоже внутриполитический конфликт Чечено-Ингушской республики, которая являлась суверенной с момента провозглашения декларации о суверенитете еще в 1990 году, 25 или 27 октября. Вот что важно понимать. Ну и наконец, довод о том, что происходили там преступления, как Михаил сказал, что это вот внутри страны, значит, грабились поезда, завершались преступления. А что Чечня это был, это и был такой единственный криминальный регион, это во всей России в 90-х все было хорошо, нигде никакие поезда не грабились, никакие банд-группы сферу влияния не делили, на дорогах Москвы людей не убивали, не взрывали криминальный авторитет друг друга. Вот ничего этого в России не происходило и таким прям бельмом на глазу России была Чечня? Или же все-таки это все надо рассматривать в контексте тех событий? Ведь Чечня абсолютно не выделялась в 90-х годах по криминальности в целом от других российских регионов. Ведь то, что происходило в Чечне, даже во многом было, наверное, гораздо меньше, по криминальности, чем, скажем, в Москве, в Питере или в каких-то других исконно российских регионах или городах. Почему к нам можно прийти с войсками на танках и решать вот эту проблему криминала в суверенном государстве, а у себя внутри таким образом почему-то никто этого не решал? Это вот эта вот величайшая несправедливость, которая, к сожалению, присутствует в умах многих российских, как их принято сейчас называть, либералами, хотя я не люблю, наверное, это слово. Так и среди такой российской интеллигенции оппозиционной людей, которые имеют вроде как правильные, на мой взгляд, во многом убеждения в отношении Путина, того, что сейчас делает, творит их страна, в отношении пресловутого русского мира, фашизма и так далее. Но вот как только затрагивается вопрос российско-чеченской войны, почему-то вот эта вот беспристрастность, здравость, она куда-то пропадает, начинаются какие-то странные доводы, на мой взгляд, исходящие как раз из того подхода, что есть вот обезьяна, потом кавказец, потом человек. Мне нужно все-таки от этого отходить, это проявление шовинизма на самом деле, хоть вы вроде как выступаете против этого, против шовинизма, фашизма, но такие моменты, они показывают, что это где-то в глубине сидит, вот эти вот рассуждения. Надо в первую очередь индикатором российской здравости должен быть как раз чеченский вопрос, как на него смотрит российский либерал, грубо говоря. Есть ли право у любого народа на Северном Кавказе на свой суверенитет, на независимость своего государства? Вот с этого надо начинать вопрос. И как только он начинает, ну, если там какие-то условия выставлять, ага, все понятно. Ведь никто в вопросах свободы Украины такие вопросы у них не задает. Но как только этот вопрос касается Чечни, тут начинается, ну, вы же понимаете, там поезда, это-то, то-то, а вы, а вот на что вы жить будете? А как у вас вот экономика? Нет. Первый ответ на этот вопрос должен быть, конечно, вы имеете право. Не то, что имеете, вы должны. Конечно, то, что мы тогда сделали, это величайшая несправедливость. Конечно, мы должны вывести войска. Вот это индикатор здравости российского либерала, российского оппозиционера. А если же на этот вопрос следует неоднозначный ответ, то, что бы он сегодня не говорил про Украину, нотки шовинизма там все равно присутствуют. И с этим нужно что-то делать. Нужно внутри себя эти вопросы решать, как-то отвечать на эти вопросы правильным образом. Я надеюсь, что эта тенденция, она все-таки преобладает, то есть здравый смысл преобладает. Мы сегодня видим, что весь мир уже все чаще начал в этой цепочке российских преступлений называть и Чечню. И вообще начало, когда перечисление идет, раньше всегда начинали с Грузии. Грузия, Украина. Вот сейчас мы видим, что в американском конгрессе, в каких-то парламентах европейских начинают с Чечни. Это вот очень важно. Вот когда российские либералы, российская оппозиция, интеллигенция тоже начнет начинать этот список с Чечни. И не так, что преступление, но политически это другое. Нет. Это политически то же самое. Я думаю, я вообще надеюсь, что это преобладает, здравый смысл преобладает, и что в целом мы придем к тому, что здравые люди в России, они придут к власти, и с ними мы сможем бескровно, без проблем договориться и решить этот вопрос. Так, я вижу, что многие очень отчаянны по поводу российской оппозиции, но я являюсь оптимистом по жизни, поэтому я все-таки хочется надеяться на то, что, но видите, среди российской оппозиции тоже есть разные люди. Допустим, возьмите Милова, ну, понятно, да, какие у него там взгляды в отношении нас, абсолютно идентичные Путина. Возьмите Волкова, допустим, человек говорит, ну, если хочет Чечня независимость, ну, почему нет? То есть это тоже, видите, разные люди. И всех мазать там одним цветом я тоже не буду, я буду сохранять оптимизм в этом вопросе. Я считаю, что для нас всегда лучше договориться, чем там проливать кровь. Поэтому очень надеюсь на то, что все-таки здравые силы придут к власти в России, с которыми можно будет договариваться. Субтитры подогнал «Симон»